В Сыктывкарской епархии день крещения Руси был ознаменован чудесным мироточением икон. Замироточили образа новомучеников и исповедников российских в земле коми просиявших. Подробности далее в сюжете. Всего по благословению архипастыря были написаны 17 икон и одна общая. Это работы почившей в этом году Людмилы Пунеговой, епархиального иконописца. С момента своего создания образа находится в алтаре Свято-Стефановского кафедрального собора города Сыктывкара. Мироточение было замечено дежурным священником. Почувствовавшим тонкий цветочный аромат в левом пределе собора. Выступившие миро на иконах засвидетельствовали епископ Петерим и прихожане, присутствовавшие на вечерней службе. Во время праздничной литургии в день крещения Руси образа были торжественно вынесены под чтение короткого жития святых. Среди новомучеников и исповедников в земле коми просиявших один из видных деятелей Русской Православной Церкви епископ Герман Ряшенцев. Священники и простые верующие, пострадавшие за веру во время репрессий в 30-е годы 20-го века. После богослужения прихожане во главе с иконой новомучеников прошли крестным ходом вокруг кафедрального собора. Обращаясь к пастве, Владыка Петерим поздравил верующих с юбилеем крещения Руси 630-летием принятия христианства северными народами, отметив мироточение иконного мычеников и исповедников в коме земли, как знак особого Божьего благословения. Для нас особой милостью Божьей и торжественным настроением является тот факт, что иконы новомучеников и исповедников российских землях в коме просеявших замироточили за два дня перед праздником крещения Руси. Это говорит о милости Божьей. В отличие от чудес кровоточения и слезоточения, это признак милости, признак радости Божьей. Это признак призыва к людям еще не воцерковленным, потому что воцерковленные люди, они уже к этим чудесам привыкли, они не нуждаются в них и верят без чудес. Но чтобы те, которые первый раз зашли в храм, те, которые где-то слышат, пришли и увидели, это очень важное призвание Божие для малодушной, братья и воцерковленной аудитории. Да будет благословленное имя Господня за такую милость на нашей Сыктывкарской Аркутинской епархии. Также во время богослужения состоялось рукоположение иеромонаха Симона Трущилева. Он будет служить в одном из крупных районных центров республики в городе Ухта. После праздничной службы воспитанники воскресной школы собора показали небольшой концерт. Прилатые ночи летят, летят, летят.